Услышать космическую музыку, написать свой рассказ про приключения вселенского масштаба и увидеть несколько удивительных опытов. Все это могли сделать в ночь музеев посетители музея-усадьбы Алексея Толстого. По традиции в этот праздник здесь первыми начинают работу, потому что программа рассчитана на детей. С посещения этой площадки свое знакомство с программой начала и глава Самары Елена Лапушкина. Мы начали самыми первыми делать программу для детей. У нас семейная аудитория, видите, очень много всегда людей, они к нам с удовольствием приходят. У нас тема фантастика, поскольку полетки. Гостей ждали и в музейно-учебном центре пожарного дела. Здесь посетители могли изучить оборудование спасателей, систему пожаротушения в разных зданиях и увидеть, как боролись с огнем во время крупных исторических пожаров. А также подняться на Каланчу, где пожарные несли свой дозор. Экскурсию для главы Самары провел начальник регионального управления МЧС Олег Бойко. Пути эвакуации на вокзале, где на нашем современном вокзале построено, дальше, как идет дымоудаление, через что дымоудаление. Многие музеи Самары присоединились к масштабной акции. Каждый представил свою уникальную программу, но всех объединили требования санитарной безопасности. В здание опускали небольшими группами, в масках. На входе в каждый выставочный зал можно было обработать руки санитайзерами. Мы каждый год стараемся вот в этот день привнести какое-то новшество. В том году, увы, у нас не получилось проведения широкого мероприятия Ночи музеев. В этом году чуть-чуть нам полегче. И поэтому, если в этом году также перекрыли улицу Куйбышева, у нас присоединились новые музеи, которые раньше не принимали участие в наших программах. Основная программа Ночи музеев начиналась уже ближе к 19 часам вечера. До этого самарцев, которые прогуливались по пешеходной улице Куйбышева, развлекали самарские музыкальные коллективы и уличные артисты. А когда стемнело на знаменитый шаляпинский балкон 111-го дома по улице Куйбышева, вышли обладатели уникальных голосов. Отар Кунчулиа, Максима Орлов и Георгий Шагалов. Они исполнили арии песни отечественных и зарубежных композиторов. Позже к празднику присоединился и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он начал прогулку по центру Самары с информационного шатра «Ночь музеев». Это одна из новинок этого года. Здесь можно было узнать обо всех выставках и выступлениях вечера. И с помощью волонтеров, которые знают о каждом музее, подобрать программу на свой вкус. Вы знаете, что в музеях сегодня пройти? Да, конечно. Что в художественном? В художественной галерее сегодня был спешат. Существует он уже закончился. Сейчас там происходят мастер-классы, все еще идут. И можно посетить экспозицию. Такой масштабный культурный вечер не мог пройти и без Самарского филиала Третьяковской галереи. В своем офисе руководители филиала представили лекции в сопровождении музыки современных композиторов, а также несколько интересных находок, сделанных во время реконструкции здания фабрики кухни. Это вот кирпичи тоже, у них клейма дореволюционная. То есть это опять же подтверждает вот эту версию о том, что фабрика кухни строилась из кирпичей, разобранных зданий старых Самарских. Гости детской картины галереи могли узнать про жизнь губернскую и дела купеческие. Именно так называлась выставка, приуроченная к 170-летию Самарской губернии. На ней были представлены редкие документы и фотографии из частных коллекций, рассказывающих о жизни Самары на рубеже веков. Я очень рад, что все больше и больше творческих людей, разных поколений, кстати, ну молодых, конечно, наверное, и в первую очередь, сегодня дарят свое искусство, свое творчество в различных сферах, иногда спорное современное искусство, жителям нашей Самарской области, и сегодня это очень востребовано. И такие, конечно, мы объединения, творческие объединения, общественные объединения будем поддерживать. В этот вечер сотрудникам музеев удалось удивиться морского зрителя и открыть привычные экспонаты и выставочные пространства с другой стороны. Организаторы обещают, что в следующем году приятных сюрпризов будет не меньше. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.